Всем привет, дорогие друзья! С вами Маракаси. Итак, сегодня посмотрим бой на танки WZ-55. Крайне великолепное сражение на одном из самых лучших танков игры. Если вдруг не прокачали, еще крайне рекомендую прокачать. К тому же о нерфе данного танка пока что речи не идет, и поэтому можно спокойно играть и нагибать. Но танк, конечно, все-таки скилл зависимый немного. И, друзья, рекомендую вам Twitch Prime набор «Лучший стрелок». Приобрести его можно всего за 100 рублей по ссылке в описании. Но при этом вы получаете сразу три прям танка из четырех возможных. То есть можно выбрать 50ТП прототип, Супер Першинг, Центрион МК-51 Рак и ИС-2М. Также в наборе Х5 опыта, также уникальные декады и многое другое. И еще командир, конечно же. Так что не пропустите. Набор действительно весьма годный. И, конечно, давайте смотреть свежие новости мира танков. И они весьма полезные тоже. Всем привет, друзья! С вами Маракаси. Итак, сегодня поиграем на сайте WorldHub. И также, соответственно, будем открывать новые коробочки. Ну, как я их уже открывал. Но пока что они, соответственно, тут в наличии имеются. И пока что мне очень нравится их открывать, потому что доход весьма хороший получается. Так, 4500 голды. Это 990 рублей. Это меня устраивает вполне даже. Хороший голдовый приз. Забираем это все дело. Так, еще немножечко золота. 2D стили. Шикарно. Тоже берем. Это нам нужно. Так. Еще 2D стиль. Радует, что быстро так прокручивается. Так. Еще 1-2D стиль. Но они так нормально стоят. И... 3D стиль. 550 рублей. Итак, вот вам промо-код. Специальный, который даст дополнительное золото на сайте. МКС26. Вот промо-кодик. Сможете бесплатно поиграть на сайте в игру Crash. Так что рекомендую промо-код. Соответственно, только видео есть. То есть в описании можете его не искать. Его тут можно скопировать. И ссылка на сайт в описании также. Вместе с промо-кодом, который дает дополнительные 10% при пополнении. Вот Мара. Костюм. Дополнительные 10%. Итак, давайте же посмотрим, кто выиграл голду в прошлом видео. Вот победитель, который получает 500 золота. И, соответственно, вы можете также выиграть голду. Вам достаточно всего лишь посмотреть данное видео до конца. И после чего написать комментарий по теме видео. И в конце комментария указать обязательно свой игровой ник. Принимаются только некие имена с обычного РУ-региона. На Европе голда не разыгрывается. И, соответственно, давайте смотреть свежие новости мира танков. Благо их много. И, соответственно, есть очень важные данные. Первое, с чего стоит начать, это восьмой сезон боевого пропуска. Заканчивается 31 августа. И до этого момента, до 3.00, нужно, соответственно, кое-что обязательно сделать. Я думаю, большинство уже это сделали. Но, мало ли, вдруг забыли. Итак, активируйте главу, чтобы не потерять очки. Это когда выйдет, соответственно, новый боевой пропуск. Это нужно сделать обязательно, чтобы, соответственно, прогресс у вас пошел. Далее, купите дополнительное трофейное оборудование на выбор. До 20 декабря, соответственно, это можно сделать. За сезон вы можете купить одно дополнительное трофейное оборудование за 3 жетона боевого пропуска. Для этого зайдите в раздел «Товары за жетоны». Ну, соответственно, я считаю, что трофейное оборудование весьма полезное. Мало того, что вы, соответственно, можете перетаскивать его с танка на танк, так оно еще и более улучшенное по сравнению с обычным оборудованием. Поэтому я бы на вашем месте сейчас бы его уже покупал. Потратьте все очки текущего сезона боевого пропуска, иначе они пропадут. Это важно, на самом деле. Если вы прошли 3 главы 8 сезона, то, соответственно, доступ в раздел «Товары за очки» вам уже открыт. Обменяйте заработанные очки. Там можно приобрести 3D прогрессивные стены для ключевой техники. Также уникальных членов экипажа. И боны, конечно, можно получить от бона. Прямо обязательно советую приобретать. Решите, стоит ли тратить жетоны сейчас. Жетоны будут накапливаться до 20 декабря. То есть вы можете их сейчас приобрести. Если сейчас у вас нет, в общем-то, не хватает жетонов на желанную какую-то интересную покупку, то можно, соответственно, подождать до 20 декабря. Ну и сейчас уже приобретать. Такие вот важные, соответственно, дела. Так что не упустите, соответственно, момент. И также вышел новый танк под названием Аббит-283. Это у нас СТ-шечка 9 уровня. Она прямо в этом патче выходит, в новом. Соответственно, есть большой такой шанс, что все-таки данная машина попадет в марафон. Или каким-то образом ее можно будет получить. Может быть, ее добавят в коробки на Хэллоуин. Что тоже вероятно. Так что, в принципе, советую. Ну и, конечно, такой вот случай произошел недавно, который до сих пор, честно говоря, беспокоит. Это то, что в Казахстане, соответственно, не работает World of Tanks должным образом. То есть, если зайти в игру, то вам, скорее всего, выдаст ошибку. На сайт зайти тоже не получится. То есть, все заблокировано. Премиум аккаунт, естественно, тоже не получится. Там можно, конечно, как-то обходить с помощью VPN. Конечно, может быть, на данный момент, когда я выпущу данное видео, может быть, проблема решится. Но сейчас я прочекал, ничего такого вроде нет. То есть, к пор, в общем-то, перебои. И это не технический перебой, как я выяснил. Оказалось, дело в том, что, соответственно, какие-то проблемы именно у провайдера. Хотя, возможно, даже это не проблема, а чисто, соответственно, специально все это сделано по приказу. Потому что обычно, ну, вы сами знаете, кто блокирует какие-то там сайты или какие-то сервисы. Обычно правительство выпускает какой-то закон, требует, соответственно, чтобы, ну, вот эти вот провайдеры выключили какие-то сайты. И так вот в итоге происходит. Ну, и похоже, я, конечно, могу ошибаться в данном моменте. Но, судя по всему, правительство Казахстана почему-то, ну, в общем-то, не хочет, чтобы World of Tanks был в этой стране. С чем это связано, вообще непонятно. Ну, будем следить за развитием событий. Как вы наверняка знаете, сейчас перетаскивают игроков. Ну, соответственно, ну, как бы, якобы в Европу. Хотя, по сути, открывается два сервера. Один в Люксембурге, ну, это, да, Европа. Ну, а другой, соответственно, в Казахстане. Ну, который, конечно, не является Европой. Но, тем не менее, Казахстан близок, так скажем, ко многим СНГ странам. Но при этом всем игрокам, соответственно, которые перейдут на вот эти вот европейские сервера, то тогда в таком случае они не смогут какое-то время, по крайней мере, играть с обычными другими европейскими игроками. То есть, по сути, почему-то Wargaming взял и таким образом, можно так сказать, ограничил. То есть, вот этих вот игроков, чтобы они не могли связываться с другими европейскими игроками. То есть, СНГ, вернее, комьюнити взяли и, ну, немножечко, можно так сказать, подвинули. И добавили их только в отдельные сервера, что довольно-таки любопытно и странно в то же время. Может быть, это временная, конечно, мера, но выглядит странно, почему именно так. Но вообще, эта ситуация, конечно, весьма напряженная, потому что сейчас уже давным-давно говорится о том, что во многих странах может последовать блокировка в World of Tanks. И, соответственно, игроки, конечно, беспокоятся за свои аккаунты. Потому что никто не хотел бы потерять свой аккаунт, там, ну, вложены и деньги, и время. Но пока что, к счастью, соответственно, такой проблемы нету прямо поголовно, чтобы прямо везде. Но все равно, конечно, это напрягает. И, ну, кто-то говорит, там, я видел комментарии, ну, подумаешь, там, Казахстан отрубили. Ну, что это такое, типа, там, не так много людей играет. Ну, ребят, там очень много людей играет, на самом деле, в Казахстане. Конечно, ну, это там не вся Россия, но тоже страна довольно большая, много любителей World of Tanks там. И почему-то им, ну, запрещают играть в эту игру, я не понимаю, честно говоря. И, в любом случае, это все по чуть-чуть, по чуть-чуть убивает World of Tanks, потому что там отклеились игроки, там, тут, и, короче, по чуть-чуть онлайн уменьшается. Ну, как по чуть-чуть, довольно сильно так отрезают онлайн, делают игроков. А чем меньше онлайн в игре, тем, соответственно, выше шанс того, что в игру просто перестанут играть. Потому что, какой смысл играть в игру, если она не популярна прям совсем. Да, конечно, скажут, ради интереса, если игра нравится. Но, уж поверьте, если онлайн, например, в танках будет 50 тысяч человек, это мало кому понравится. Потому что ждать там хотя бы в бой по 5-10 минут, такое себе удовольствие по ночам, там, ну, или даже днем. Действительно, это ничего хорошего в этом нет. Такие вот дела, друзья. Будем следить за развитием событий. И спасибо большое, чтобы смотреть видео до конца. Желаю вам удачи. Пока. Продолжение следует...